сегодня 15 июля и мы идем срывать первый томат который созрел всегда первый томат первый огурец это событие правильно давай режь бери ножнички это сорт ирландский ликер срезаем вот здесь аккуратно есть вот такой красавец у нас созрел это зеленоплодный томат и он уже поспел в мягкий мягкий давай его прямо сейчас разрежем попробуем ножик подай вот лежит я его завешивать не буду но на грамм 380 ну под 400 он будет очень крупный давай я разрежу ты держи одну половинку а я буду резать как масло ух ты здорово я попробую вкусно давай мягкий такой хороший да у нас еще созрел один томат пойдем он только один маленький это твой любимый мягкий это сладкий оказание лапки к саде давай срывай а щели перепутал давай просто просто срывай вкусно друзья все-таки решила снять сколько же весит первое томат ирландского ликера 464 грамма плюс мы здесь уже его попробовали два куста у меня в этом году сладкий к саде буду собирать семена потому что последние семена в этом году посеяла все попробовали первые томаты это гибрид требус очень конечно у него красивые кисти замечательные и сам вкус красивый а это сорт джерман тоже поспевает но я вот смотрю он почему-то лопается это бикалор вообще написано что там от крупный вот смотрите желто-оранжевого цвета тоже полностью созрел сейчас сразу сорву 2 томат в общем трескается тоже сейчас попробую томат некрупный хотя пишется что крупноплодный смотрите есть плоховато вид на солнце садится ну довольно таки урожайный посмотрим как он будет на вкус если бы не трещины то томат красивый я сегодня готовлю еще абрикосовый джим очень простой легкий рецепт смотрите промыла абрикос освободил от косточки засыпала небольшим количеством сахара чтобы абрикос сок пустил затем провариваю минут 10 затем с помощью погружного блендера превращая все это в пюре еще раз провариваю минут 15 и все и джим готов раскладываю по стерилизованным баночкам банки использую небольшие по 200 по 250 грамм так как семья маленькая чтобы съесть и помыть банку еще есть такой хороший рецепт у меня абрикосовый джим с апельсином примерно такое количество абрикос здесь трехлитровая кастрюля я беру два апельсина очищаю тоже с помощью блендера превращаю пюре добавляю к абрикосам и также цедру мелко тру от этих двух апельсинов и тоже сюда добавляю ну так же провариваем минут 15 чтобы было только однородная такая масса и по банкам получается очень очень вкусно попробуйте кто не делал с апельсином в этот раз я просто абрикосовый джим пришло время когда нарастает большом количестве кабачки капуста брокколи я готовлю суп пюре значит здесь картофель кабачки капуста лук и мясо кролика и затем я это буду превращать в пюре здесь же у меня готовится еще и абрикосовый джим буду делать с апельсином баночки стрелизуется смотрите в итоге получается вот такой крем-суп он сейчас густой потому что я только что достала его из холодильника я стерилизую банки крышки заливаю кипящий крем-суп в эти банки они остывают и я убираю в холодильнике делаю порционно на два раза поесть это для детского прикорма всем привет это уже следующий день вчера закрывала абрикосовый джим это чистый абрикос смотрите какой он красивый густой это абрикос с апельсином тоже очень вкусно получается я вам ранее говорила про порции несколько баночек абрикосового компота чистого без добавления каких-либо ягод варенье я закрываю собственно говоря немного но абрикосовая обязательно абрикосовый джим затем яблочное пюре для разнообразия немножко варенье из клубники и также апельсин с крыжовником вкусно получается это и сейчас все собрала банки уже остыли и буду опускать в погреб уже середина июля идет в каждодневный сбор урожая кабачков очень много нарастает и не спросили что я из них готовлю ну смотрите с утра собрали черной смородины я срезала два кабачка и буду готовить пастилу на пастилу срывая кабачки не молодые и не переросшие молодые не использую потому что слишком много влаги в постели она ни к чему а переросшие они просто грубоваты вот такой размер самый отличный для пастилы если все-таки косточки семена здесь грубоваты можно ложкой их вытащить но вот в таком виде отлично я не вытаскиваю шкурка молодая можно даже ее и не снимать сейчас высыплю в блендер порежу кабачок на кусочки сделаю пюре и буду ставить пастилу это пастила черно-смородиновая с кабачком очень вкусно есть у меня на канале рецепт и его очень давно снимала но в принципе приготовление не изменился все так же я оставлю ссылку на это видео в информации в описании под этим видео заходите смотрите там есть рецепт подробный также кабачки я натираю и сушу в сушилке ставлю на 6 миллиметров нарезку и кружочками режу тоньше лучше не делать потому что они высыхают и слишком тонкие получаются а вот 6 миллиметров самое нормально смотрите как получается беру поддон решетчатый от сушилки и сеточку вот такую лучше застилать сеточка потому что хорошо снимается потом сушеный кабачок сушеный кабак я использую кабачок использую для приготовления различных блюд можно и рагу можно добавить и в овощной суп сушеные они потом восстанавливаются и получается очень вкусно в овощную рагу тоже здорово получается можно туда добавить картофель морковь сушеный кабачок все это потушить вкусно также для детского прикорма отлично вот так раскладываю и ставлю в сушку под уменьшится объем я потом разложу получше так пока один на один где-то заходит ничего страшного потом разложу это один из способов как можно использовать кабачки хочу вам показать по итогу какая получилась пастила в этом деревенском влоге будет много готовки но что делать мы все весну сеяли сажали выращивали а теперь летом собираем урожай его нужно перерабатывать эту пастилу я поставила вчера утром и вечером она уже готова складываю я или треугольниками или трубочку катаю и так и так хорошо каждый небольшой слой я укладываю пастилы и перестилаю пергаментной бумагой это для того чтобы она не прессовалась и не склеивалась вот по 2 по 3 штучки складываю и перекладываю так удобно и убрать потом так как я в принципе пастилу готовлю из сырых овощей фруктов ягод я не провариваю их поэтому пастилу храню в холодильнике плотно закрываю крышкой и на нижней полке вот в таких контейнерах они невысокие но они такие но плоские и широкие и очень удобно друг на друга ставить и вот три контейнера у меня довольно таки хорошо помещается высоко здесь пастила это абрикосово банановая вот есть тоже рецепт на канале зайдите посмотрите это одна из наших самых любимых пастилы абрикосы банан видите здесь я катаю в трубочки тоже удобно и каждый слой у меня проложен пергаментом так удобно хранить я это делаю уже не первый год мне нравится между прочим в этом контейнере казалось бы он небольшой здесь практически 8 килограмм абрикос и около 12 бананов конечно еще будет пастила из крыжовника обязательно будет пастила из яблок это только начало нарезала еще видите это для сушки кабачка смотрите я иногда не сказала что если вы делаете для того чтобы перекусывать допустим дорогу с собой брать то я советую присыпать чуть-чуть когда вы порежете его и будете закладывать сушилку посыпать слегка солью или мелкой морской или кто любит крупную прям чтобы было там пять кристалликов это очень вкусно получается если вы просто перекусываете если для домашнего приготовления в супы там или в рогу то солью можно не присыпывать это вот вторая уже у меня закладкой идет пастилы нарезаю вот я вам говорила что кубиком кабачок черная смородина и чуть-чуть сахара я добавляю кислит чуть-чуть прям для сладости чтобы равновесить кислоту и сладость добавляю в общем сахар и буду смотреть по вкусу еще и смородина если что я еще и добавлю чтобы не было так что у вас там один кабачок и пастила такая знаете бледная он должен быть насыщенный и по вкусу и по цвету буду сейчас превращать пюре и делать вторую партию кабачки и сушеную клубнику я храню тоже в пергаменте делаю такой своеобразный конвертик вот так высушивается кабачок я не высушиваю вот до момента хруста он такой знаете сухой но эластичный чтобы не ломался то будет одни крошки для перекуса отличная тоже вещь и но только посыпьте солью чтобы было повкуснее то он так если просто есть он пресноватый вот соль в самый раз будет очень вкусно и так тоже можно выготавливать кабачки сейчас также нарастает большое количество капусты брокколи и конечно же замораживаю большом количестве раскладываю порционно по пакетам и использую в качестве гарнира как самостоятельное блюдо в овощные и мясные рагу великолепно также и мы ее и едим сейчас я ее отвариваю до состояния аль слегка сбрызгиваю оливковым маслом холодного отжима и посыпаю сванской солью сванскую соль можно и сами приготовить но я покупаю в адлере у женщины она ее великолепно готовит тоже как самостоятельное блюдо как гарнир великолепно и очень вкусно готовлю также пюре из брокколи это для детского питания отвариваю превращаю в пюре с помощью блендера и разливаю в стерильные баночки порционно вот на два раза поесть вообще капусту брокколи можно есть и сырую главное чтобы она не зацвела была молоденькая она тоже очень вкусная не горчит великолепная капуста еще кабачки замораживаю пробовала натирать на крупной терке замораживать делать оладьи кабачковые но мне не понравилось а вот кольцами самое то нарезаю я по толщине сантиметра два или три не меньше тонко не режу затем беру пакет и порционно складываю вот так когда я достаю когда уже буду готовить достану выложу на тарелку но до конца размораживать не даю кабачка то есть они в полумороженом состоянии я их жарю потому что если им полностью дает оттаять то они расписают а вот когда они полу замороженные жаришь что они держат очень форму получается хорошо после жарки можно посыпать чесноком зеленью и будет как летом как свежие кабачки если этого много я просто отламываю сколько мне нужно все этот способ мне понравился закрываю пакет я таким образом замораживаю отличный способ сегодня я еще собрала лук я его выращивала севком которая выбраковывала когда сажала на лук крепкую и буду замораживать я вам показывала уже рецепт сушки лук также я еще и замораживаю не все что мы выращиваем уже заморозить потому что в морозильную камеру не все поместится и сушка это один из вариантов замораживаю пару пакетов этого достаточно я применяю этот лук в любые блюда он хорошо замораживается в супы и во вторые блюда нарезаю белую и зеленую часть лука беру пакет я лук подписываю зелень все подписываю потому что когда она замораживается потом теряется долго нужно рассматривать что лежит в этом пакете и вот таким образом засыпаю вот таких пару пакетов мне достаточно будет на зимний период между прочим зелень я на следующий год не оставляю то есть свежезамороженную всегда использую кстати вот насчет кабачков как еще можно я еще кабачки использую это у кого маленькие конечно дети также кабачковое пюре порциона по банкам и подкармливаю ребенка кабачки которые перерастают у меня есть птица куры я скармливаю кабачки им хочу вам показать лилию я посадила в этом году меня угостили луковицы и один цветок только белая лилия с оранжево-желтыми тычинками ароматы просто великолепны у этой лилии здесь у меня три штучки они все разные красавица еще одна лилия у меня расцвела но она уже отцветает три цветка было ведь уже отцвела а так она оранжевого цвета была с коричневым загаром аромат тонкий ненасыщенный как вот у белой лилии ну она уже все вот третий цветок уже упал сегодня уже 18 июля я нахожу стеклянная теплица здесь растут высокорослые томаты как видите со стен я уже убрала укровной материал чтобы начали быстрее созревать томаты но здесь в проеме двери я оставила потому что у нас похолодало жутко теплица не закрывается и идут сейчас дожди поэтому все таки дверь открыта и дождь сюда меньше попадает если он косой а я вчера 17 получается июля прищепнула первый гибрид сейчас проберусь это гибрид пазана сделала это вынужденно вот он смотрите у него какие кисти просто это сливовидный томат и он очень и очень высокорослый если мне этот гибрид понравится то я его буду высаживать сюда посередине грядку потому что здесь выше потолок а здесь все таки бок теплицы и он уже упирается в крышу очень высокорослый гибрид и я его прищипнула вынужденно потому что он уже начал заворачиваться как я делаю смотрите вот кисть последняя оставляю один лист и прищипываю макушку я думаю видно темно на свет снимаю и сейчас идет видите дождик смотрите какое небо и вот у каждого у каждой ветки я так сделала вот она кисть прищипка и последний лист вот здесь у меня растет 4 куста и я прищипнула верхушки остальным томатом прищипку я буду делать на выходных это 23-24 июля уже будет как раз пора дальше держать смысл нету высоту чтобы успели созреть все томаты как правило у нас осень теплая не знаю как будет в этом году но надеюсь на теплую осень и томаты все созреют успеют созреть томаты созревают смотрите даже кисть обломалась здесь конечно ну это гибрид требус красный смотрите уже наливается это черное сердце с носиком от Борисовны шоколадный томат коричневый так что прищипка уже будет симптоматом видите здесь уже тоже еще немножко и до потолка на выходных буду этим заниматься а так листья нижние я убираю обязательно я убираю листвы я немного не оставляю чтобы здесь не было влажности большой знаете почему потому что сейчас днем в принципе тепло да а ночи холодные вот этот вот перепад температур дневной ночной теплица прогревается за день конечно и она начинает плакать и чтобы вот этой влажности меньше было листья конечно я убираю я эксперименты в теплице не ставлю это я думаю ни к чему потому что если что-то заведется в теплице искоренить это очень сложно будет это все-таки не открытый грунт и потихоньку потихоньку здесь все убираю но листву сильно тоже не оголяю знаете все как-то умеренно вот завтра уберу еще по три по четыре листа все-таки листья томатом нужны но не так чтобы заросли были смотрите какие красивые томаты сейчас я все-таки пройдусь кисти красивые смотрите какая красота томатная я думаю что будет грамм 800 когда нальется тетя Анна там тоже просто граммедные смотрите какие кисти крупноплодность практически не потеряна это первая кисть вторая кисть вот она третья кисть тоже очень крупная листва чистая все хорошо я томаты ничем не обрабатываю ни завязью ни ничем зайти и время нет на это и в принципе ни моего урожая предостаточно вот какие кисти это вот первая кисть вот она следующая вторая третья кисть и крупноплодность посмотрите практически не потеряна очень крупные красивые томаты тоже уже созревает сегодня уже 19 июля и на выходных 23 числа я буду убирать чеснок я в этих числах каждый год убираю в основном я высаживала под зиму это сорт гулливер очень он мне нравится и по вкусу и в хранении и он очень крупный имеет всего лишь 4 зубчика хороший чеснок также я и высевала бульбочки это для обновления сорта но это не все еще в другой грядке есть поэтому уже время собирать чеснок а я хочу закончить этот деревенский влог пожелать вам всего самого хорошего подписывайтесь на канал и всем пока я не знаю что это Продолжение следует...